Самый первый праздничный марафон состоялся в 79-м. Тогда в нем участвовало лишь 16 человек. Инициаторами пробега выступили молодые спортсмены, ныне ветераны спорта, известные люди города Николай Приезжев, Виктор Манько, Юрий Марченко и многие другие. Знаменательно, что именно в день 9 мая этот марафон в нашем городе проходит. И вот и молодые атлеты, и люди, которые уже не первые десяток лет посвятили себя спорту. Желаю вам всем крепкого сибирского здоровья, долгих-долгих лет жизни и всегда мирного неба над головой. 150 спортсменов разного возраста стартовали с центральной площади города. Маршрут победного марафона за много лет не изменился. Его участники пробежали по улице Советской, затем, миновав переулок Почтовый, добежали до третьего микрорайона. По пути легкоатлеты приветствовали горожан, поздравляя их с Днем Победы. Финишировали марафонцы у мемориала славы культурного центра Бочацкий. Спортивные страсти в тот день кипели также на стадионе «Энергетик» в поселке Янском, где состоялся матч по футболу на Кубок главы города. За выход в финал боролись четыре команды. В финальном поединке встретились команда «Миф» в шахте «Чертинская-Коксово» из поселка Новогородок и команда «Горняк» из Бочацкого. Основное время игры завершилось ничьей 5-5. Упорная борьба продолжилась в дополнительные 15 минут. И после пенальти с отсчетом 4-2 победил «Миф». Победители получили Кубок главы города. Наградами отметили лучших игроков Максима Шаманаева из Бочацкого «Горняка» и Олега Зыкова из команды «Миф». Здесь же в «Энском» прошли состязания по водно-моторному спорту, проходящие по инициативе Объединенной школы ДСААФ. Яркий спортивный праздник проходит в Белове уже десяток лет. Всю зиму любители водного спорта ждали команды спустить шлюпки на воду. И вот торжественный момент наступил. Право поднять флаг соревнований предоставили призеру первенства России по водно-моторному спорту в 2013 году Алексею Белокрылову. Сюрпризом для гонщиков на воде стал приезд к ним участника войны Владимира Бурмистрова, имя которого известно далеко за пределами Кузбасса. Он был стрелком-радистом знаменитого авиационного полка. Участвовал в боевых действиях под Берлином. Я вас всех поздравляю с праздником, желаю благодетия, здоровья, счастья. В День Победы спортсмены показали ветеранам, почетным гостям праздника и болельщикам настоящий мастер-класс гонок на воде. Первыми стартовали гонщики формулы будущего третьего класса. Вслед за ними, рассекая водные просторы, на старт вышли формулы четвертого и пятого классов. Второй этап соревнований – гонки под парусом. Красивый, зрелищный спорт, скорость и адреналин. И, конечно же, чувство локтя и любви к своей малой родине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова